Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодняшняя тема видео уже не раз затрагивалась мной в видео и в статьях, но все равно приходят вопросы, в основном от новичков и больше всего от девочек. Что делать, если я не чувствую работу мышц? Давайте разбираться, друзья, когда мы должны чувствовать работу мышц, а когда это и не обязательно, а когда это вообще в принципе невозможно. Больше всего вопросов приходит, что я выполняю приседания, говорит та или иная девушка, но не чувствую работы бицепса бедра и ягодичной мышцы. Мы не будем сейчас говорить о том, правильно ли вы приседаете, достаточно ли у вас широкая стойка, насколько глубоко вы приседаете. Надеюсь, что все технические характеристики вы изучили перед тем, как делать то или иное упражнение. Так вот, друзья, если мы говорим о упражнениях, таких как подтягивания, о таких как отжимания от брусьев, но непосредственно больше всего о тягах и о приседах, очень важно понимать, что работает здесь огромный комплекс мышц. Если говорить о приседах и о становых тягах, то работают вообще в принципе абсолютно все мышцы. Вы представляете, да, что когда мозг по нервным окончаниям дает сигналы для того, чтобы те или иные мышечные волокна включались в работу по всему телу, мы просто не можем где-то как-то локально ощущать ту или иную работу. Конечно, бывает та мышца, которая больше всего получает нагрузку, к примеру, если не доседать, это будут квадрицепсы, вы будете их ощущать. И не забывайте, что в принципе самое слабое звено чаще всего и болит. Но если вы не чувствуете работу ягодиц, бицепсов бедер, когда делаете приседания или становую тягу, это не говорит о том, что вы делаете неправильно или что они у вас не работают. Потому что они не работать не могут. Чем глубже вы садитесь, тем больше воздействует и включается в работу ягодичная мышца. Чем больше вы становитесь в стойку, тем, естественно, больше работают внутренние части бедер, бицепсы бедра. И тем легче вам сесть глубоко. Очень сложно в узкой постановке ног сесть глубоко. Поэтому, вы видите, часто бодибилдеры не доседают, но им в принципе это и не нужно, потому что воздействие для них важно именно направить в квадрицепс. Ставят ноги поуже и садятся в поламплитуды, либо максимум в параллель. Что лично я считаю достаточно. Если вы садитесь в параллель, это идеально для парней. Для девочек тоже неплохо, но если получается сесть глубже, тем лучше для вас, для ваших ягодиц. А когда мышцы необходимо чувствовать? Когда мы с вами достигнем определенных силовых показателей? Вы знаете, для парней у меня отдельное видео, и статья для девчонок отдельная. Тогда нужно переходить на систему периодизации. Так вот, когда вы будете работать на окислительные мышечные волокна, непосредственно та мышечная группа, на которую вы будете работать, а работа будет в большей части в тренажере и в изоляции, вот там необходимо чувствовать работу мышц. Вот там просто необходимо. Но, в принципе, при грамотном подходе вы и не сможете не чувствовать работу, если будете, конечно, выкладываться и работать так, как нужно в определенных временных отрезках, находясь под нагрузкой и в период отдыха. Так что, друзья, ни в коем случае не стоит расстраиваться, что вы, к примеру, выполняя то или иное многосуставное упражнение, не чувствуете ту или иную мышечную группу. Это не говорит о том, что они не работают. Они не могут не работать. Просто мозг направляет огромное количество сигналов во все мышцы, в мышцы-стабилизаторы в том числе. И вам сложно чисто ментально где-то что-то прочувствовать. Другое дело – изоляция. Здесь крайне важно чувствовать работу мышц, крайне важно ощущать, как вы поднимаете вес, и еще более важно ощущать, как вы его опускаете. Что, кстати, делает неправильно в принципе абсолютное большинство. Игнорируя негативную фазу движения, вы отбираете у себя 50% результата, 50% нагрузки. Не забывайте, и сила, и масса растут непосредственно в большей мере в негативных движениях, нежели в позитивных. Так уж устроено биохимически, физиологически. Поэтому, точно так же, как вы включаете в работу мышцы для того, чтобы поднять вес, точно так же, не за счет силы притяжения, силы тяжести, вы должны бросать вес вниз. Вы должны медленно опускать мышцами вес. Мышцами поднимать вес, мышцами опускать вес. Мышцами поднимать вес, и также мышцами опускать вес. Это крайне важно. Если вы будете делать простые махи, не концентрируясь на работе, то и результат будет на 50%. А я думаю, никто из нас не хочет терять свое время, и в зал мы приходим для того, чтобы получить положительный результат от тренинга, а не просто погонять балду. Так что, друзья, не расстраиваемся. Главное, грамотно строить свой план тренинга. На первых шагах и в последующем. Обязательно хорошо высыпаться и грамотно питаться. Это три кита, на которых держится успех, в принципе, в любом виде спорта. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без трав. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok